11 мая, 17.00. Территория между восходом и местом предполагаемого строительства. Несмотря на огромное количество репостов в социальных сетях новости о сходе граждан, на мероприятие пришло человек 30 горожан. В большинстве своем люди пожилого возраста. Главная тема для обсуждения – строительство кафе на территории сквера на проспекте Ленина. Надо же беречь зелень. Зачем же все вырубать? Здесь вот только недавно посадили березы. Кто взамен возместит вот этот чистый воздух нам, когда город весь загазован? Минут через 10-15 после завершения общего рабочего дня начали подтягиваться более молодые димитровградцы. Виктория и Елена уверены, строительство нового кафе усугубит и без того сложную обстановку. Если кто не знает, то есть у нас ралли тут устраиваются. У нас здесь вообще-то очень весело и очень шумно. Нам не нужно дополнительное вот это вот и еще тут сброс, чтобы собирался, правильно? И около еще культурного центра. Это портит инфраструктуру города. Справедливости ради скажем, что были и те, кто за строительство. У меня ребенку старшему 9 лет. Я ни разу в этом парке не гулял, потому что мне противно, потому что здесь одни алкаши гуляют. На месте, где вот это будет строительство этого кафе, всегда грязь. Один минус. На Масленицу некуда будет общественный туалет поставить. Примерно в 17.20 на место прибыла и глава администрации города. Возмущенные димитровградцы сразу же отступили Вячеслава Гнутова плотным кольцом. Сейчас работает комиссия по проверке правильности оформления и соблюдения всех регламентов при подготовке и выдаче разрешения на строительство, а соответственно разрешения на снос данной растительности. Застройщик отнесся с пониманием к данной ситуации. И для того, чтобы дать возможность досконально разобраться во всех законодательных моментах, он приостановил все работы на данном участке. По словам главы администрации города, проверочные мероприятия завершатся на следующей неделе. Кстати, на встречу с населением приехал и застройщик. Валентин Москвин попытался объяснить собравшимся свою точку зрения, но не тут-то было. «Против! Против! Против! Пусть соберут скотки и приезжают!» «Общаясь с журналистами, Москвин сделал акцент, что уже более 10 лет исправно оплачивает аренду данного земельного участка. Не один раз вносил в проект изменения, который от него просила администрация города. Вместе с еще несколькими предпринимателями за свой счет готовил проект благоустройства данного сквера, от которого потом власти города почему-то отказались. Говоря об отсутствии некой экспертизы, которая якобы не была пройдена, Валентин Москвин отмечает, что находится в полнейшем недоумении от всего происходящего. «Я был смущен, и я буквально вчера задал вопрос господину Евсееву Игнутову, почему, на каком основании вы предоставили проект альбома предыдущего моего проекта сюда, которому там больше двух с половиной лет, но я на этот вопрос ответ не получил. Как говорят, по ошибке». Спустя час после начала схода было принято решение провести расширенную презентацию строящегося объекта. Очередное обсуждение предполагаемого строительства кафе пройдет 16 мая в 6 часов вечера в Центре культуры и досуга «Восход». Наталья Васильева, Виталий Немов. Наше время.